Ребятки, всем привет! Я Вика Виноградова, это рецепт... Все пошло не по плану сразу! Ребятки, всем привет! Я Вика Виноградова, это канал с рецептами для лентяев. Сегодня у нас просто вот мега лентяйский тортик. Наверняка кто-то из зрителей знает этот рецепт, потому что ему много-много лет, я и сама его уже неоднократно готовила. Ну, рецепт просто вот наипростейший. Не какой возни с тестом, выпечки, вот этого всего-то. Знаете, самое сложное, когда ты сделал тортик, а поставил его в холодильник, и надо дождаться, когда он пропитается. В итоге ходишь, как лиса возле курятника, посмотришь на этот тортик в холодильнике, облизываешься, все равно в итоге потом кусочек съедаешь. Ребят, тортик обалденный получается! Сейчас покажу, как он готовится. Сразу предупрежу, что я буду делать на небольшую порцию, но в описании под видео, раскладку по ингредиентам, я прям дам на нормальный полноценный торт. Разламываем печенье на кусочки. Подойдет любое. У меня вот, например, овсяное. Можно хоть юбилейное взять, хоть какое, с пряниками. Кстати, тоже очень вкусно получается, особенно с шоколадными. Еще можно взять подушечки для завтрака, шарики, все что угодно. Можно вообще понамешать несколько видов печенья. Добавляем сюда сметану. Вместо нее еще подойдет натуральный йогурт или мацони. Хотите, можно добавить немножко сахарной пудры, чтобы было слаще. Но вообще, по факту, и печеньки сладкие, и бананы, поэтому без сахара тоже все прекрасно. Количество сметаны тоже варьирует от себя. Хочется, чтобы торт был посуше. Добавляем совсем немножко. Можно прям чуть-чуть обмогнуть печеньки, и нормально уже будет. Хочется такой более мягкий, влажный, прям такой вот бисквитный, чтобы получился вкусный тортик. Много, много, много сметаны прям бухаем, не жалеем. Банан режем на дольки. Еще можно взять орехи. Любые. Грецкие, какие угодно, фундук, миндаль, все, что любите. И мелко их порубить. Если орехи не любите, можно и без них обойтись. Берем форму, хоть круглую, хоть квадратную, хоть ромбиком, какую угодно. Ее пленочкой вот так вот обернули. Ну, чтобы потом было проще вытаскивать. И выкладываем все слоями. На низ у нас идет печенье. Прям плотненько его так утрамбовываем. На него выкладываем бананчик слоем. Можно прям слой потолще, чтобы тортик получился как можно более ароматным. Сверху посыпаем все орехами. Опять у нас слой печенья идет. Снова бананы. Опять у нас сверху орехи. И финальным слоем у нас снова идет печенье. Слоев может быть сколько угодно, смотря какая форма будет по высоте. Пленочкой оборачиваем и в холодильник хотя бы часиков на пять. А лучше на всю ночь. За это время как раз печеньки, пряники или там, смотря что вы брали, шоколадные подушечки на завтрак. Все это пропитается. Оно будет нежненькое, бисквитной такой консистенции, вкусненькое, ароматное. Банан свои ароматы все отдаст. Кстати, вместо банана еще тоже очень хорошо сочетается ананас. Можно взять или клубнику. Ну и вообще поиграть со всякими фруктами, ягодами, овощами чуть не сказала. В общем, поэкспериментировать, попробовать с разными вкусами. Если вы прям такой тотальный сладкоежка, можно еще отдельно делать слои вот в этом тортике, состоящие из шоколада. Шоколад взяли, натерочки, натерли. И так же вот как орехами посыпали все это щедро. Будет вкусненько. Кстати, этим же можно будет потом сверху обсыпать тортик. Когда мы его с утра достаем, выкладываем на тарелочку. Действуем осторожно, потому что это уже действительно настоящий торт. Он мягкий. По желанию, сверху его как раз посыпаем, например, тертым шоколадом. Можно теми же бананчиками украсить. Какими-нибудь шоколадными дрожжами, ягодками, мятой, конфетами. В общем, все, что найдется в холодильнике и все, что вам подскажет фантазия. А можно не украшать. Я, например, когда для себя делаю, я вот вообще ни пленкой, ничего такого не застилаю. Я просто вот в этой миске все слоями выложила, дождалась, пока пропитается. И все, ложкой вооружаюсь и вперед уничтожать тортик. Он очень-очень нежненький. Ароматненький, вкусненький. Поэтому, если ни разу не готовили, обязательно рекомендую. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Всем хорошего настроения и пока. Ну и как типичная девочка, Вика не могла вам не похвастаться 8-мартовским букетом. Притащила его в кадр со словами, что а там иначе пустая дырка, как бы некрасиво. Да, а так вот и композиция. Вот. Ну и еще такая была вам платьишки, новых сережечек. Такая обновленная весенняя. С хорошим настроением. Ребят, я правда искренне желаю, чтобы у вас тоже было классное весеннее настроение. Солнечное, несмотря на то, какая у вас там погода за окошком. Главное, чтобы у вас в душе было все замечательно. Вот. Я вас очень люблю. Муа! Субтитры сделал DimaTorzok